Привет, друзья! Так, у нас сегодня две интересные посылочки. Это из города Водкинск. Водкинск. Здесь должен быть iPhone XR. И из города Кызыл. Здесь должно быть интересное устройство. iPad Air второго поколения. На нем замена батарейки. Ну и там еще 7 ключиков. Так, давайте начнем с Аксера. Топовая упаковка. Ну да, XR. Сильно побита в верхней части. В верхней части здесь опасность. Здесь идут датчики. Комплекс датчиков, который отвечает за работу, за функционал Face ID. Ну и экран полностью не показывает. Вот видно, я его стартанул. Кусочек яблочко. Ну вот так вот выглядит. Интересно, Дэнч. Тут скорее всего даже все нормально, потому что точно чего я пользовался в таком виде. Ну и наверняка, если Face ID живой, то... То он это знает, и все окей. Такой дэмэдж интересный. Это как этот, тест Роршиха. Скажите, пожалуйста, что вы видите на изображении? Я не буду говорить, что я вижу. Ой, ой. Так, да, на заблокированном нам никак не проверить функционал Face ID. Ну и, собственно, не нужно. Эти датчики, они переносятся в таком виде, в каком они есть, на новый экран, и нет проблем. То есть, если работает, то все окей. Так, здесь минимально, что можно набрать 112. Датча приближения работает в таком виде. Динамик работает, вызов идет. Все, нет проблем, занимаемся. Будем ставить оригинал. Так, немножко разогреем для мягкого открытия. Так, аккуратненько открыли. Все отлично, здесь телефон в идеале. Все в порядке. Небольшое запыление на фронталке. Ну, там в меру почистим, как необходимо. Влагостойкая проклейка при открытии не нарушилась, но ее мы все равно заменим, потому что она со временем разлагается. И обновить ее попутно, естественно, и нужно. Обязательно. Ну и вообще. Так, подключил экран для проверки. Так называемая подкидка, когда просто подключаю экран поверхностно, без всех датчиков. Проверяем изображение полноценно и работу сенсора. Ну, в данном случае это просто технический такой момент регламентной формальности. То есть, экран и оригинал, здесь никаких нюансов нет. Но проверить перед сборкой все равно не помешает. Все окей, собираем. Так, аккуратно снимаем комплекс датчиков. И пока в сторону. Так, все, экранчик собран. Сейчас обновляем влагостойкую проклейку. И закрываем. Так, и да, нужно фронталку аккуратненько почистить специальным инструментом. Очень умеренно, не шоркая сильно сам объектив. Делается по принципу необходимо, но достаточно. И специальные инструменты. Так, ну все, у нас все на месте. Все в порядке. Закрываем. Так, сейчас, конечно же, подарочки. Сделаем защитное стеклошко. И чехол. Так, чехол будет вот такой, серенький, классный, с закрытым низом. Это раз. И стекло самое хорошее. И стекло. Ах ты, сыринка ты, а. Ну все, окей. Это отправляем. И продолжаем заниматься. И получается, на очереди у нас кызл. Так, ну и да, айпад, ирочка второго поколения. В пленочке, в хорошем состоянии. Так, пусть загружается. Угу, а здесь у нас 7 плюсик. 7 плюсик. Нужно будет поменять батарейку. И, в общем, почистить его нужно будет. Чехол, кстати, классный, как у нас. Полностью закрывается. Хороший. Так. Ну да, перед началом работы всегда проверяю общее состояние. Да, здесь очень слышимость такая, плохенькая. Это все почистим, все в порядке. И батарейку заменим. Так, и здесь. Начнем с 7 плюсиков, потому что это быстренько. А вот это нужно будет очень аккуратно разобрать. Там не так-то просто поменять батарею. Ну, сделаем. Проверил работу сенсора, что, возможно, тоже перед началом работы всегда нужно посмотреть. Ну да, все окей. Так, им позже займемся. Да, аппарат в оригинале. Тут все в идеале вообще. Так, ребята, тут немножко сейчас у нас опять все. Вот это комитет тут начинается. Рабочий день. С утра тут не успел доделать. Так, это передам коллеге. Там все в лучшем виде будет сделано. А я тут немножко займусь 10С-ом. 10С-ом. А, тут нифига себе завтра сбит. Ну да, здесь меняем переднюю часть. Переднюю часть. И все нормально. Ну да, здесь принесли опять же 5С-очку. Батарея внутри вздулась. Батарея левая какая-то. Вообще, практически она в два раза толще стала, чем должна быть. Экран наружу выперла. Вообще, по-страшному. Его расщепило. То есть, тут сейчас проклеим экранчик. Заменим батарею. Все в порядке будет. Так, так же, коллеги, это передам. Пока все тут суть до дела. Там коллега занимается 7+, а я буду заниматься iPad. Его, что называется, никому не доверю, потому что тут цена ошибки дорого будет стоить. То есть, тут проблема в чем. Его нужно аккуратно открыть и аккуратно закрыть, заменив при этом батарейку. Да, по всем ключикам, тут пока разогревается iPad, покажу. Вот реально здесь довольно сильно забита решетка слухового динамика. Вообще просвета нет. Вот вообще тяну. Вообще, ни просвета, ничего не света. Сейчас почистим и покажем, как будет. Да, коллега почистил. То есть, вот так получается. Вот она просветивает прямо вообще. Прямо видно все. Прямо все видно вообще. Вот так вот. Так, все окей? Положение Микки Маус. Да, это важный момент, когда заходим в такое положение, когда я уже подставил, подклинил. Такие клинышки. И уже экранчик практически сейчас в подвешенном состоянии в верхней части. Отсюда уже спокойно подключить идем по краям. Так, все открыли. Сейчас пусть немножко стынет. Проверим работу экрана. Так, тут опять середа событий. Все, на чем остановились? Так, открыл экран. Ну, сейчас он у меня в подвешенном состоянии. Так, нужно проверить работу. Угу, все окей. Так, все, сейчас дальше будем разбирать. Так, да, наконец-то вот добрался все-таки. Открыл. Ну и тут видно, да, что батареечка уже такая подвздутая. Начала волнами вот так сдуваться. И она обычно подпирает экран изнутри. И экран выпирает. Так, отключаем экран. Так, экранчик в сторону. Так, батареечку аккуратно извлек. Она у нас с пятнадцатого года. С пятнадцатого года. Да, такой момент по батарейкам. Вот сейчас получается опять же такой момент. Чем новее устройство, ну сейчас идут айпады там восемнадцатый, семнадцатый год. Вот, в них батарейка уже столько времени не проживет. То есть батарейки элементы питания этим технологиям уже пятнадцать и более лет. А процессоры производительность, она сильно очень возрастает. Это все влияет на энергопотребление. И, соответственно, сейчас батарейки уже столько не живут. Здесь, получается, прослужило, ну с пятнадцатого года, да, пять лет, получается. Ну и плюс, оно пять лет назад там были старые системы АЭС. И они, соответственно, просто, просто щадящим режимом для батарейки служили. Да, все нормально. Так, есть батареечка установили. Так, батарею установил. Пока не буду закрывать, необходимо проверить устройство. И потом финальный закрытый. Проклейку в данном случае не буду трогать, потому что она там родная, довольно хорошо сохранилась. Она частично осталась у меня на стекле, частично у вас снова осталась. И, соответственно, мы ее просто взбодрим, так называемо. И она родная останется, это будет лучший вариант вообще. Тут пока снаружи страшно, но потом все почистим, приведем в порядок. Без этого никак. Так, подзарядим пару процентов и соберем окончательно. По проклеечке, да, вот хотел показать. То есть она вся целостная, не нарушенная. Частично осталась в корпусе, частично на самом стекле. То есть сейчас закрываем аккуратненько и потом взбодрим ее. Так, сейчас разогреем устройство. Проклейка в это время размягчается и приобретает свои первоначальные свойства. Она очень хорошая родная, то есть ее в данном случае лучше не трогать, не обновлять. Когда она что-то расщеплена, повредена или уже изнесилась, тогда можно обновить. Здесь все сделаем как надо. Так, все, греем. Так, ну все, у нас финально все готово. Вот так вот сделаю. Вот так вот. Получается, поменяли батареечки. Вот насколько в айпаде батарейка больше. Это вот от 7+, это айпадовская. Да, заменили батарейки, тут все в порядке. Здесь также стекла поклеили в подарочек. Я думаю, лишнего не будет. И вот такой вот чехольчик, красненький, с закрытым низом. Все, все отлично, собственно. Пакуем, отправляем. Было интересно, люблю делать айпады. Вообще все хорошо. Вот так вот. Все, всем, всем всего.